Кривая дорожка, змейка, перенос предмета, слалом, линия, стоп. Такие задания подготовили для юных участников дорожного движения на соревновании «Мой друг – велосипед». При прохождении этапов важна была не только скорость, но и качество выполнения. Конкурс проходит, состоит из трех этапов. Первый этап – это практическая езда на велосипеде. Все ребята сейчас, участники, преодолевают трассу, и их задача – пройти не только быстро, но и аккуратно. Следующий этап – это теоретический. Здесь ребята показывают свои знания на правила дорожного движения и медицина. Проводить такие соревнования в День защиты детей стало для Сарова доброй традицией. Однако из-за коронавирусных ограничений провести мероприятие в привычном формате не удалось. Не было торжественного построения участников и награждения победителей. «Мы только пришли на соревнования, мы немного волнуемся, но мы готовились, учили теории, знаки дорожного движения и правила дорожного движения, оказание первой помощи». За соблюдением правил дорожного движения во время прохождения этапов следили сотрудники, госавтоинспекции, педагоги и волонтеры. Обязательным условием участия в соревновании было наличие защиты для велоезды, а именно шлемов, налокотников и наколенников. Бронзу состязания взяла школа-интернат номер один. «Мы очень тренировались, очень готовились к этому. И нам тренер всегда говорил, что как делать. Но мы иногда ошибались, но все нормально у нас было. Мы всегда тренируемся, мы неделю готовились к этому». Второе место присудили школе номер одиннадцать, а победителями соревнования «Мой друг велосипед» стали воспитанники десятой школы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24.